Здравствуйте, меня зовут Самой Ленканат. Рано или поздно возникает проблема с омхом на газоне. Несмотря на то, что для растений мох совершенно безвреден и сам по себе красив, тем не менее на газоне ему не место. Я знаю людей, которых мох на газоне не смущает. Но если вы, как и я, в отношении газона являетесь пуританином, то это видео будет очень вам полезно. К счастью, избавиться от мха не так уж и сложно. В первую очередь необходимо принять меры для предотвращения его роста. Сначала давайте ответим на вопрос, почему мох появляется на газоне. Причин не так уж и много. Во-первых, это плохой дренаж. К примеру, подстилающая порода глина или газон усиленно эксплуатируется, и за долгие годы почва естественно уплотнилась, а вы ни разу так и не аэрировали газон. Еще одной причиной может стать топология газона. Например, газон неровный и находится у основания склона или имеет слегка полые участки, типа блюдца. Иногда весь газон может быть таким. Естественно, что вода там собирается. А если еще плохой дренаж, то почва в таких местах всегда будет чрезмерно влажной. На вечно голодных газонах мох также частый гость. Мох в данном случае более конкурентно способен. И голодная ослабленная трава естественно проигрывает в борьбе за место подсолтия. Еще один фактор, при котором мох выигрывает у травы, это освещение. В тенистых местах мало того, что сыра, так еще и солнца нет. На таких участках мох просто кайфует, а трава постоянно борется за жизнь. В данном случае я бы не пыталась вытравить мох, а наоборот, холила или леяла его. В тени хорошего газона вы все равно не увидите, а тут хоть какая-то зеленушка. Ну и, если честно, мох сам по себе красивый. Заметьте, я ничего не сказала про кислые почвы. Все-таки мхи не имеют корней, и, как вы помните, они встречаются не только на газоне, но и на дорожках, деревьях. Поэтому мох – это не всегда показатель кислой почвы. В первую очередь, это показатель плохого освещения и неудовлетворительного дренажа. При борьбе с омхом советуют, конечно, немного раскислить почву. Но это не столько из омха, сколько из-за того, что травы предпочитают, чтобы показатель pH был ближе к нейтральному. Теперь давайте поговорим о мерах борьбы с омхом. Есть, конечно, химические способы, и о них я расскажу в конце ролика. Но этого можно избежать. Нужно просто создать комфортное условие самой траве. И тогда она сама выживет конкурента. Татьяна очень подробно рассказывает об уходе за газоном в своих сюжетах. И я очень советую посмотреть эти ролики. Ну и я выделю три основных пункта борьбы с омхом. Первое. Как минимум раз в год, а лучше эту процедуру делать два раза за сезон, весной и осенью, вычесывайте и прокалывайте свой газон. Это позволит избежать перевоплотнения почвы. Корневая система травы будет дышать, а мху будет крайне некомфортно. Второе. Регулярно кормите газон минимум 3-4 раза за сезон. Третье. И последнее. Пожалуйста, не косите слишком низко. Я понимаю, что иногда бывает лениво косить газон еженедельно. И очень хочется поставить газонокосилку на двоечку. Низко покосить и как минимум две недели отдыхать. Но этой процедурой вы создаете комфортные условия мху, а вот злаковые медленно убиваете. Ну и последнее. Как и обещала. Средство от мха. Метод достаточно древень. Впервые был использован в 1913 году, но и по сей день не потерял своей актуальности. Это... Та-дам! Железный купорос. 7 грамм на литр воды. То есть 3 чайные ложки заправляем в опрыскиватель и пошли по мху. В такой пропорции мох буквально на глазах становится черным. Но у этого метода есть побочный эффект. При контакте с сульфатом железа трава тоже почернеет. Поэтому имеет смысл делать эту процедуру ранней весной. До того, как трава начала расти. И мох лучше видно, и газон не пострадает. А лучше просто ухаживать за газоном. Тогда и химия не понадобится. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok